Есть моменты, когда мы в прошлый раз тоже шли и она выцвела, где-то ее слегка подломали. Должна была помогать одним, а стала препятствием для всех. Степан Кузнецов практически не видит, несмотря на это, в Красноярске ориентируется отлично, особенно на привычных для себя маршрутах. Помогает мужчине в этом специальная трость, именно ей он должен, как говорится, читать по новой тактильной плитке. На деле же трость застревает в огромных щелях, а плитка ведет в никуда. Степан не строитель и говорит, что в тонкостях кладки не разбирается, но уверен, что устанавливать специальное покрытие нужно было иначе. А дело в том, как укладывали эту плитку в снег и с нарушениями спустя несколько месяцев она разрушилась. Сперва начали ремонтировать стыки, теперь вот вовсе перекладывать снова с теми же стыками. Из городского бюджета в рамках реализации программы «Доступная среда» выделили на это более трех миллионов. Это похоже на шутку, но летом ее ждет новая реконструкция. Сейчас работы были проведены временные для того, чтобы этот участок не был аварийным. То есть для того, чтобы там было удобно ходить людям, для того, чтобы там, грубо говоря, никто делал ноги. Сейчас они проведены во временном режиме, и, соответственно, потом уже при ремонте проспекта Мира будет укладываться брусчатка в соответствии с пожеланиями людей с ограниченными возможностями. Возможно, она останется и в таком виде, возможно, она как-то будет частично переделана. То есть, как скажут члены комиссии, так и будет она переделана. Городскую среду доступнее пытаются сделать давно. После того, как один из людей с инвалидностью решил сам ломать бордюр кувалдой, чтобы проехать на коляске, внезапно взялись и бордюры занижать. Начинание вновь похвальное. Довольны должны быть ещё и мамы с колясками, и велосипедисты. Да вот радоваться пришлось совсем недолго. Поверх в некоторых местах установили, внимание, забор. На пересечении проспекта Мира и улицы Робеспьера этот забор вовсе только в одном месте. Только там, где занизили бордюр. Ещё один пример похвального благоустройства – снос ветхих бараков. Их также, очевидно, не должно быть как минимум на гостевых улицах миллионного города. Значит, инициатива хорошая. На эти цели выделили почти 6 миллионов, но победитель торгов сбил цену до полутора. Только здесь всё пошло немного не по плану. Оказалось, что 10 бараков, что собирались сносить, уже разобраны. Чиновники говорят, что ситуация под контролем. Если же мы провели конкурс, и за время проведения конкурса, аукциона нашего, и заключение муниципального контракта на снос, выявляется, что дом ещё был жив, стоял, а потом его также разобрали, то выезжают комиссионно, также обмеряют все объёмы, и дополнительным соглашением к муниципальному контракту сумма контракта уменьшается. То есть мы не платим ни одной лишней копейки за снос дома. Мы платим по факту выполненных работ. Какой получается объём работ, если делать одно и то же несколько раз, или одной инициативой уничтожать другую, наверное, подсчитать никто не может. О том, почему так происходит, можно рассуждать вечно, рассказывает известный строитель и бывший депутат городского совета Александр Карапачинский. Он говорит, большинство чиновников, по тем или иным, и часто независящим от них причинам, лишь только около 30% времени заняты своей непосредственной работой. Плюс где-то не хватает денег, а где-то понимания, как нужно делать. Нет быстрого решения. Мы же как хотим. Деньги получили, дорогу закатали, бордюры поставили, брусчатку положили. О, здорово, вы похлопали, население радуется. На самом деле, вот результаты от глобального, скажем так, действия, они появятся через 3-4-5 лет. Это пример Москвы. Вот тут у Собянина есть люди, советники, которые им это объяснили. Есть план действий. К нему, соответственно, есть проектные решения. Проектные решения есть и в Красноярске. Кто-то скажет, что средств не хватает. Конечно, сравнивать бюджеты столицы, страны и края бессмысленно, но и это не главное. Одна из причин в том, что городские власти работают как чиновники не в самом лучшем смысле этого слова и ориентируются исключительно на какие-то предписания, чтобы избежать наказаний, говорит депутат Заксобрания Егор Васильев. У нас нет понимания, как должна выглядеть улица Мира, как должен выглядеть центр города, как должны выглядеть новые районы. У нас есть разрозненные требования. Есть деньги, которые выделяются то на одну компанию, то на другую компанию. И причина номер два – это компанейщина. В этом году в Красноярске на ремонт и благоустройство города из разных бюджетов планируют потратить рекордную сумму. Пока, как говорят депутаты, есть лишь надежда, а не уверенность в том, что все пройдет гладко, а не как обычно. Если же система вновь пойдет привычным путем, после масштабного ремонта Красноярск ждет очередная перестройка, а после, возможно, еще одна. Хотя после универсиады это, наверное, больше никому не будет нужно. Захар Песменных, Виталий Суботин, Новости ТВК.